Всем привет, с вами Лоград Камни, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Мутационы. Соответственно, наливаем чаёк и сажимся поудобнее, сегодня у нас будет ламповый контент. Да, прям атмосферненько, что не могу. Блин, как же мне на самом деле нравится вот этот вот приглушённый звук дождя, который сейчас идёт вот в этой локации. Даже мышка появилась. Просто не могу, это всё настолько прикольно, что я прям не вах-вах-вах. Короче, давайте почитаем по всей моей нашей любимой традиции дневничок. Чтобы узнать, что было в прошлой серии, напомнить точнее себе, и одновременно и мне напомнить. Так, мы, по-моему, тут остановились, да? Где? С Милой явно что-то не так. Дедушка говорит, она обрадуется, если я что-нибудь выращу в саду около архива. Надо будет разобраться, какие растения туда подойдут. Так странно, этот сад совсем не такой, как вчерашний. Он грустный и какой-то глупый. Я посадил здесь растения, которые реагировали на песню, которые напевала Мила. Получается, так и надо. Разные сады, разные растения, разные песни. Ну, вообще, да. На самом деле, я это ещё заметил, хер знает когда. Но наша Кай только что заметила. Ну и, собственно, это и не важно. Если знаю я, значит, и знает Кай. Когда закончу подбирать композицию для сада, надо будет подарить Милу черноводную лилию. Если честно, я всё равно не совсем понимаю, что случилось, но это явно была какая-то жесть. Надеюсь, цветок хоть немного её поддержит. Ой, Кай, я тебя прекрасно понимаю. Это действительно была огромная жесть, которую ты творил с Милу. Если что, если вы не смотрели прошлую серию, то лучше идите и гляньте её. А вообще, если вообще, вот просто тупо увидели этот ролик, но не смотрели другие мои ролики по этой мутационке, то советую вам посмотреть либо их, либо вообще пройти эту мутационку от начала до конца. Очень годная игра, всем советую. Так, может и Йоки знает, что случилось с Милу. Значит, Милу потеряла детей и свою вторую половинку. И это был сын Йоки. Представляю, не представляю, что могло произойти. Может, пожар? Надо рассказать деду про сад. Утиху, господи. Кай, ну чё? Сегодня у нас будет дождливый контент, как я понял. Так, ладно, с кем мы тут побазарили, с кем нет. Я уже, на самом деле, не точно помню, что конкретно я делал, но я вроде поговорил с Милу и поговорил с Йоки, а потом закончил серию. Да, и вот тут как раз таки у нас... Как её? Ален. Не понимаю, почему так долго? Я тут несколько часов торчала. Своими руками вонючную воду вычерпывала. Я могу только... Только извиниться. Чем же ты был занят таким важным, чтобы заставлять беременную женщину вычерпывать навозную жижу? Расскажи мне. Расскажи, мне интересно. Совершенно не факт, что это был навоз. Это может быть просто мутная вода, особенно если вспомнить про дождь. Дождь пошёл уже после потопа, и я тебе об этом говорила. Ещё раз... Ещё раз прошу прощения за ожидания. А сейчас мы чего ждём? Ты что, даже собственных работников организовать не способен? Они сегодня что-то в нерабочем настроении. Я могу только... А, вот они. Ой, господи, Медистер Пражский, такие идут, значит, деловые. Просто посмотри на них. По-моему, вот это у них Пражки, тот был Медистер, а... Как будто... Как будто тут без них мало воняло. И вот как он... Блин, я очень-очень извиняюсь. Не пытаюсь заставить их работать, но они... Просто почини уже всё, пожалуйста. И выясни, что случилось, чтобы такое больше не повторялось. Хорошо. Конечно-конечно. О, тихо, господи. Медистер Пражский, вот просто не могу. Они просто реально всё красят в этой игре. Пацаны вообще котята. О, точки, кстати, здорово. Кстати, а мне интересно, когда мне тот первый же серий преграждал кто-то путь. Это кто был? В общем, там, короче, взял и это... Переломал всю малину этому... Блин, я... Денису точно. Или Денису. Не знаю. Здорово, Эжелейка. Представитель второго поколения местных уроженцев... Уроженцев? Или уроженцев Кай. Добро пожаловать. Что сегодня в меню? Покажите какой-нибудь классный эксперимент. Что сегодня в меню? Что сегодня в меню? Ну-ка. Ну, я понимаю, о чём ты говоришь. Сегодня я не провожу физических экспериментов. Я оцениваю результаты последних анализов. К сожалению, содержание питательных веществ в почве достигло критически низкого уровня. Сейчас я работаю над возможным решением проблем. Ну, возможным решением проблем. Слушай, вообще, на самом деле я могу сделать садики для тебя лично, чтобы что-то было лучше. И я обдумываю одну идею. Насчёт почвы? Ну, походу, да. Параллельно с анализом данных, мною были проведены эксперименты над собой. Я могу продемонстрировать? Конечно. Чём бы и нет? Давай. Какое моё любимое блюдо? Ну, он сам гриб? Удобрение? Это я в сочетании с кусочками отварного мяса, бифала и приправы из семели листвянки, которые обладают горьким вкусом и раздражают вкусовые рецепторы, вызывающие нелёгкого жжения. А, кстати, да. То есть, холодец с горчицей, что ли? Я полагаю, все ингредиенты для шутки были подобраны правильно. А, это шутка была. Так, ладно. Чё бы ему ответить? Сказать честно, что шутка не очень? Либо поддержать и сказать, слушай, ты молодей, Желейка. До случая того, как он сейчас филигранно просто в итоге просрал свою шутку, это стало смешно, поэтому я даже не знаю. Давай я тебе скажу честно. Может быть, надо подобрать над подачей? Ну, поработать над подачей. Бопик дал мне уроки. Думаю, мне необходимы дальнейшие занятия. Короче, у нас Желейка хочет стать стартапером. Ну, люди, которые там шутят. Смехонечки всякие разные рассказывают. Короче, я продолжаю анализ данных. Ну, понятно чё. Так, всё, надо убрать эту херню, а то сейчас буду ещё херней страдать. Здорово. Тут кто-нибудь есть или нет? Не-не-не-не-не-не, Кай, подожди. Я хочу узнать. Может, тут есть Бопик? Как обычно, короче, задерживаю серию, а почём зря. К Тану мы сегодня не пойдём, но у нас, по идее, сейчас главная цель пойти к Нона. Либо, я не знаю, но вообще это Нона. Я, может быть, неправильно имена некоторые выговариваю, но извините. Извините просто. И я не способен на этом. И вообще удивительно то, что я кого-то из них запомнил. Потому что для меня запомнить имена, это очень жаско. Так, море, здорово. Блин, тут море и Тан, и ещё Клэр. Прямо всё семейство. Или не Клэр, я не помню. Полная миска плова и крыша над головой. Что может быть лучше, а? Я вот только хотел сказать. Так и есть, мам. Да, Клэр. Ну, а Тану, Тану нормально. Денис говорил, лодка скоро будет готова. Или Денис. Ага. Я уже была, собралась у неё рассаду пристроить. Но, наверное, хорошо, когда вещь исполняет своё предназначение. Мам, плов всего не удался. Так что, Тан, какие у тебя планы на будущее? Причинить лодку. А потом... Мама! Плавать на лодке. Мам, я тоже не хочу, чтобы Тану шёл в море. Но он имеет право поступать так, как считает нужным. Но здесь так хорошо. Мама, блин. Хватит, давай лучше проплов. Ха-ха-ха, смешно ему. Блин. Набралась словечек от своего бармена. Баба, блин. Пусть мама обращается с кем хочет. Так, я не понял, Тан. Да каких там Тан? Ну-ка, на-ка, прекращай. Будет так охотать, крабам подавятся. Блин. Было бы, наверное, смешнее, если бы они там ещё не засензурили это. И он говорил, блядь, а не блин. Ну ладно, не будем на это вспоминать, не будем на это обращать. Чё тут у нас насчёт бармена? Здорово. Как оно? Ой, тут Бобик. Тебе что-нибудь приготовить? Блин, я не знаю. Нужно, знаешь, таким наркоманским голосом говорить. Потому что я не могу просто. Ну, посмотри на это лицо. Его явно, он явно чем-то... Хе-хе. Тебе что-нибудь приготовить? Букашка. Спасибо, что не побоялась дождя. В дождь никто не хочет выходить из дома. Ну, зато если уж придут, то и отсюда уходить не спешат. Тебе что-нибудь налить? Хе-хе. Эм, ну давай, спасибо, чё бы нет. Только у меня денег нет? Я сам пацан. Прошу, Боба Микс ингредиенты от моря, а рецепт придуман наш Бопик. Боба Микс. Плюс один. Это смесь всех моих любимых соков. Или соков. Сейчас никого нет, но думаю, народ ещё подтянется. Надеюсь. Мне кажется, дождь вообще как-то всех сближает. Ой, и он сразу же переместился. Чё-то, походу, вон тут это. Я помогаю. Помогаешь, помогаешь, пацан. Вот-вот, ещё секунда. И кто-нибудь войдёт в дверь. Чё-то как-то грустненько, ладно. Грустненько, грустненько. Может, точек позвать? Ну, все просто заняты, понимаешь? Там как бы у кого-то трубу прорвало. Кто-то там сейчас съест вместе с семьёй. У Милы. Так дела не очень. А Йоки не может прийти. Ну, как бы все заняты просто. Так бы пришли. Здорово, Нона. Как оно ничего твоё? Деда? Здорово. Ты как? Дедушка, алё. Ух, ты чё, внучка? Не ори. Прости, что задремал. Когда твоей маме было столько же, сколько и тебе, сейчас она уже уехала. А, подожди. А, когда твоей маме было столько, сколько тебе, сейчас она уже уехала. И теперь мне так жаль, что я не знал её подросткам. Немного не понял. Видимо, я неправильно прочитал. Бюлядно. Она так хорошо общалась с точками. Первая из всех нашла с ним общий язык. Она поразительно хорошо их понимала. Помню, она носила точкам корзина с фруктами. И выдавала каждый по одинаковому кусочку. Я в шутку сказал, что куски одного размера и для больших, и для маленьких точек это нечестно. И тогда она стала нарезать фрукты пропорционально размеру точек, понимаешь? И это в три года, представляешь? Учись у своей мамы, Кай. Она была открытой и находчивой. И не ждала, что ей принесут все ответы на блюдечки. Ответить твердо. Это на сколько? Сейчас здесь не мама, а я. Пожалуй, я ещё посплю. Вечер. Ой, тихо, господи. Ну чё, как оно? Так, я могу сам уже поспать. Но это не очень будет. Двенадцать минут. Думаю, я тебе уже поднадоел. Но не могу я спросить. Но не могу не спросить. Ты же чувствуешь, да? Перемены, воздух стал другим. Это ещё шутливо. Ты про дождь? Люди. Вся наша маленькая община. Это всё твой сад. Сад, который разбили мы вчера. Сегодняшний сад совсем другой. Ну давай, давай накатим ещё больше грусти. Сад, который мы вчера разбили. В том было столько жизни, оптимизма, энергии. А сегодняшний? Он гораздо мрачнее. И люди тоже мрачнее. Я снова подвёл твои ожидания. Ответить задумчиво. Вообще, на самом деле, я не знаю, что тут нетерпеливо и задумчиво. Но давайте я отвечу тебе и скажу. Нет, ты мои ожидания не подвёл. Ты наоборот их все... Как бы там... Да короче, ты красавец. Но ничего не думай про это. Сегодня всё было прям как мой сад. Сад, который ты выросил, сегодня был иным. Ты узнала для себя нечто важное. И сделала подарок другому человеку. Ты замечательно потрудилась. Могу только похвалить девочка моя. Ну чё ещё это ещё? Думаю, мне пора поспать. Я устал, но у меня большие надежды на завтрашний день. Хочется надеяться, что самочувствие позволит мне выйти на воздух. И больше не навязывать тебе свою компанию. А, ты сильно-то не засиживайся ночью уже. Да ладно тебе, Нуна. Не урчем. Я сейчас только пойду проверю всех остальных. Эээ, да нет-нет-нет, давай к Мио потом пойдём. Мио сейчас не в настроении. О, тихо, господи, ещё пошла музыка. Хочу её выкрутить прям на фулку. Чтоб мне прям было замечательно. Ну чё, Моря, договорилась ты со своим таном. Ты ж насквозь мокрая. Все дела подождует до завтра. Мне кажется, молодёжь собралась в баре. Давай-ка бегом туда, тебе надо согреться. Да ладно тебе. Я только что пол помыла. Капаешь тут мне. Ой, лядя, извини. Извини, извини, не буду тебе тут твой пол. Уродовать. Точнее, не уродовать, а... Короче, ты поняла меня. Здорово. Так, подожди. Я мог поспать и могу тут время пропустить. Ну же. Ну. Боб, боб, боб. Ну уж нет, Бопик. Сегодня я точно выиграю. Есть. Получай. Получай, получай. Да, уф, что и надо. Что получай? Спасибо за игру, Бобик. Что-то я не понял. Есть ещё желающие бросить вызов абсолютной чемпионке. А что я должен получить? Бобик. Здравых таких шесть дулей. Так, ну чё? С ними поговорить? Ну, я пока не хочу. Слушай, я, ну, это... Я же вроде должен был с мамой поговорить, если не ошибаюсь. Давайте попробуем. Пойдём, я не знаю. Хотя, ну да ладно, давайте тогда это пропустим. Если что-то пропустил. Нет, в смысле? Не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет. Нет и ещё раз нет. Какой пропустить? Во-первых, мы должны пойти к Мио. Я её специально на самое вкусненькое оставил, а там, значит, пропустить надо. Я откуда-то такое знал? Я думал, что... Нет, так не прокатит. Мы сегодня идём к Мио. Мио, встречай гостей. Олень. Держись, киска. Ладно. Льёт, как из ведра. Я немного посидел и подождём. Почему-то хотелось почувствовать капли на шерсти. Уйди, господи. Тут, кстати, кровка осталась. Уйди, господи. Я не могу просто вот... Как можно Мио быть... Как-то... Но Мио-то самое нежное существо просто в этой игре. Так, ладно. Я, по идее, могу поспать. И, по идее, мне надо позвонить матери, как я помню. Если не ошибаюсь вообще. Но почему-то я кое-то не собираюсь делать. Так что ладно. Ну так что, сколько там, блин? Блин, а айфон, который на отпечатки пальцев вообще не реагирует. Меня это бесит. Слышал, сладкое дело идёт, да? Вроде да. Здорово, когда у тебя есть своя лодка. Кхм. Я-то... Я уж-то знаю. Белый Чао со мной уже много лет. Внимание она требует постоянно. Но она того стоит. Лодка даёт свободу. Сможешь говорить с... Справная у меня суднишка. Странно. Справная? Вот я тоже не понял. Именно. В каком смысле справная? Не знаю. Про лодки всегда так говорят. Провордливая. 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 Ловкая. Иначе говоря, ровно такая, какая должна быть лодки. Чё-то странно. Вроде из какого-то фильма. Так вот, в лодках есть романтика. Главное подумай, чем она тебя... Чем для тебя она станет. Она... Что она? Убежище от всего мира? Или шансы бежать? Родной дом? Верная спутница. Кстати, а ты её уже назвал? Эм, пока нет. Так давай, пора уже. Это очень важно. Как вы лодку назовёте? Кхм, ночь. Аути, господи. Ну чё, как оно тебе понравилось? Фух. Айлен, по-моему, больше разозли... Разозли... А, Айлен, по-моему, больше разлила, чем выпила. Странная она сегодня. Так, с уборкой вроде почти всё. Так, Айлена-то если понятно. Но она на самом деле грустненькая. Ну вот с ней опять говорят. Иди домой. Если ты будешь и дальше все дети мокнуть, я не уйду. Я не мёрзну. Ребёнок в полном порядке. Ей весь день вычерпывала грязище. И душ принять не могла. Это просто блаженство. Ти-ти-ти. Чё-то не понял, ну ладно. Можем по идее... Ну хотя нет, зачем к морю идти? Так что не будем. Давай, ладно, давай вниз спустимся. Не знаю, посмотрим, что там происходит. Может быть тут сейчас эти будут точки. Но точек тут нету. Не, ялко. К жалейке я не хочу идти. Возможно, стоило бы. Но не хочу. Я с ним уже поговорил. Возможно, он там что-нибудь придумал. Но мне что-то кажется, что тут все диалоги, они один хер сохраняются. Так что ладно. Так, ещё раз зайдём на всякий случай. Чё такое? Чё-то звук какой-то странный. А, ты музыку решил включить? Сто лет не слушала этот альбом. Каждый год, я надеюсь, что прошло достаточно времени. Что теперь мне станет легче? Теперь-то мне станет легче. Я не знаю. Становится. Другой жизни у меня не будет. Слушай, если бы ты знала чью-то тайну, что кто-то в кого-то влюблён, но он сам ни за что не признается, может тут уместно будет помочь? Чтобы этот человек ничего не упустил. К РПДМ или как там его? Это же правильно. Просто нечестно ничего не делать. Даже не знаю. Думаю, да, всегда лучше что-то сделать, чем не сделать. Как-то так, да. Вообще, на самом деле, я не уверен, что он на это ответит. Другой жизни не будет. Нельзя сидеть на одном месте. Тихо, господи. Милу опять угорает по музыке. Причём ночью. Надеюсь, у меня Нон не проснулся из-за этого. Так, нет. Кай, подожди. Ну, давай ещё. Ну, он спит. Всё нормально. Окей. Он живой. Мы убедились. Всё, а теперь идём спать. Всем тем, кто пьёт чайок, приятного чайпития. Всем тем, кто ест, приятного. Аппетита. Кай, чё происходит? А-а-а. Ну-ка, брызь, подожди. Уй, господи. А что происходит? Что делается? Это мне говорят, куда идти, что ли? Кхм. Ну, тебе хоть куда. Семёрка садов песни поёт. Ради гриба папу цветёт. Чё творится, что делается? Четверг. На рассвет. Слушай, мне всё больше и больше нравится мутацион. Это не... О, тихо, господи. Хе-хе. А-а-хе-хе. Кай, что с тобой? Да так, сон приснился. Сны, это серьёзная вещь. Что тебе приснилось? Ещё у меня жук был в кровати. Понимаю, понимаю. Но сейчас ты в безопасности. Хм. А знаешь, я отлично себя чувствую. Хватит уже сидеть в этой комнатушке. Пойдём. Утро. Вот это да! Даже не верится. Айлин, дорогая. Вот теперь всё уже издалека видно. Да, и правда. Беременность тебе идёт. Вы с моей внучкой-то уже знакомы, да? Ты же знаешь, что... Что да, дедушка. Так, дедушка хочет освежиться. Вам придётся меня извинить. Я немного волнуюсь. Подколоть. Ну-ка. И немного... Да это не то, подколоть. Ну это чё, кайну всю малину испортила? Ну-ну, у меня хорошее настроение. Но это не значит, что мне можно дерзить. Двое по адресу. Хочу предложить вам полную программу. С массаж... С массажем ступней? Разумеется. Вот только никаких скрабов. У меня чувствительная кожа. Незачем? Конечно. Ох. Извини, ребёнок пинается. Волшебное ощущение. В первую пару раз да. Но потом волшебство слегка пропадает. Давно я тебя не осмотрел. Давно я тебя не осмотрел. Море мне очень помогает. Ну вот как. Она немного назойлива, но акушерка хорошая. Как себя чувствуешь? Отлично. Только немного тошнит. Надо нам с тобой ещё пообщаться. Кай, ты ведь стала растить сады. Верно? Ну да. Тебе что-то нужно? Да? У меня сейчас всё масло... Короткий уйдёт. Всё масло короткий. Что? У меня сейчас всё масло коророки уйдёт на нона. Вырастешь мне ещё? А, это такое растение. Отличная мысль. Помнится коробка... Корока. Чё за корока? Чё за коробка? Вы кого-чего? Корока особенно хорошо росла в саду у маяка. Ой, вот будет здорово. Если там прибраться, прибавится зелень. Ну, ты же. Раз уж такое дело, вырасти там целый сад. Эм... Ммм... Ладно. Значит, тебе нужно масло короки? Ага. Мне нужна зрелая корока. Дальше я уже сама управлюсь. Кстати, если зайдёшь к морю, думаю, она даст тебе немного семян. Ну, а мы пока займёмся нона. Отех, господи. Соли и масло с риским запахом. Так, а чё мы? Ну что, как настроение? Я прямо заново родился. Но всё равно старый. Вот как. А, вы так полны сил. Вот уж чего про молодых никогда не говорят. Ха, смешно, блядь. Не шути так больше. Я чувствую себя, чтобы... Не чувствую себя... Что бы сказал Спайк? На миллион. И знаешь что? Загляну-ка я к моему старому другу Йоге. Ой, Йоге. Утих, господи. Так, а сколько у нас уже времени? Ну-ка, давайте посмотрим. Мы успеем ли мы сад сегодня сделать или нет? А мы не успеем. Поэтому в следующей серии. Слушай, вообще, на самом деле, мне нравится то, что сейчас происходит. Давайте только договорим с ним. Сегодня к нам в гости заходил очаровательный жукач. Пошутить. Надеюсь, я никого не разбудила своим приветственным воплем. Бедняжка. Да, по сравнению с большим городом, мы тут совсем на природе живем. А теперь иди, девочка, у тебя своих дел полно. Да. Но это все в следующей серии, Нуна. Ладно, всем, народ, спасибо, кто досмотрел до конца. Спасибо за просмотр. Комментируйте, рассказывайте друзьям. Ставьте лайки, смотрите аннотации, ставьте колокольчик. Вообще, будет все замечательно. Обязательно комментируйте этот ролик. Если вы комментируете, не важно, что вы там напишите, то я, значит, тоже буду знать, что, как бы, кто-то смотрит, и это всем нравится. Хотя и лайки тоже очень помогают. Поэтому, ладно, не важно. Спасибо всем за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok